О том, как безопасно вести себя на воде и что делать в чрезвычайных ситуациях, расскажет нам сотрудники МЧС и Болгоспаса. Безопасность в первую очередь, хотя бы трезвыми приходить на водоемы, купаться, смотреть за теми, кого привели, дети в первую очередь. Поменьше алкоголя на пляжу, то что солнце алкоголь свое дело делает, а потом ГИМС, МЧС, остаются все виноваты, вот, не усмотрели, не доглядели. Сами родители как-то повнимательней, поаккуратней, мост вот этот, сколько говорили, прыгают, прыгают, а тут дна по шейке везде. Река обмелеет с каждым годом, после строителей на дне там арматуры, проволока, все подряд. Тут администрации вешали табличку, прыгать с моста запрещено, вообще русские люди или читать не умеют, я не знаю, все равно приходят, прыгают. У нас проходят совместные рейды с ПДН, выявление детей, дети до 12 лет без присутствия взрослых вообще на воде не должны быть находиться. А остальные старшие уже как бы могут, но родители должны предупреждать детей, где можно купаться, где не нужно и как себя вести на воде. Потому что дети ведут себя довольно-таки безобразно, играются, топят друг друга. Прямо это при нас было, мы когда с ПДН обходили, видели, что они играют и пытаются друг друга утопить. Они же не понимают, чем потом грозит последствия. На сегодняшний день в Ахтубинском районе официально открыты только два пляжа, в селе Сокрутовка и селе Болхуны. Но ахтубинцы посещают традиционные места отдыха у реки, в том числе и центральный пляж. На центральном пляже у моста проведено обследование дна и ежедневно дежурят спасатели, чего нельзя сказать о других местах купания. Ну, у нас на станции ежедневно находятся как минимум два водолаза, матросы. Каждый день мы тут пляж, это наша акватория. Ну, а если уж вдруг, не дай бог, что-то случилось, по максимуму быстро всегда сидит человек с биноклем, срываемся, лодка всегда стоит на готовности. Транспортные средства для безопасного передвижения по воде тоже должны пройти специальную подготовку перед эксплуатацией, а пассажиры перед передвижением по воде соблюдать правила безопасного поведения. Ну, на воде самое главное, что люди должны, прежде чем выехать на воду, спустить лодку, оборудовать ее, пройти техосмотр. Лодка должна быть зарегистрирована. Самое главное правило, дети до 12 лет обязательно должны находиться в жилетах, дети до 7 лет не только в жилетах, но и на руках у взрослых должны находиться. Если люди катают на лыжах или на ватрушках, также должны одеты быть все в жилетах, помимо водителя в лодке должен находиться еще смотрящий, потому что мало ли, если человек выпадет с ватрушки, то он должен сообщить. Водитель может этого не увидеть, и человек, упав, может разбиться. Существует мнение, что тонущий создает шум или начинает звать на помощь в случае беды. Сотрудники МЧС рассказали, что в действительности чаще человек не может этого сделать. Когда человек тонет, он не сможет кричать, потому что здесь идет испуг, определить можно только по тому, что если кто-то рядом увидел, что он уже не кричит, а просто барахтается по поверхности воды и огромные круглые глаза. Вот так можно определить. Потому что крикнуть очень сложно. Мы детям подсказываем, что если вдруг вы понимаете, что вы устали и начинаете тонуть, первая задача не паниковать, перевернуться на спину и расслабиться. Довериться в воде, голова все равно останется на поверхности, и уже когда вы отдохнете, сможете сделать глубокий вдох, вы уже сможете крикнуть и позвать на помощь. Можно, если ты уже почувствовал, что ты отдохнул, можешь двигаться дальше, то стараемся не против течения, а по течению и просто к берегу, потому что в любом случае к берегу тебя прибьет, как ни крути. Если уже понимаешь, что не можешь плыть, то тогда зовешь на помощь. Каждый ребенок уже знает, что нужно звонить 112. Единая служба спасения. Анна Фадинов, Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.